Привет всем зрителям и подписчикам! Сегодня будем делать резного лепрекона, статуэтку. Это объёмная резьба. Давно ей не занимался, но вот теперь пришлось. И смотрите видео. Будем делать лепрекона из вот такого вот куска дерева. И поехали! Итак, сначала с помощью электролобзика и шуруповёрта со сверлом пёрышка я вот так вот обозначил, так сказать, контуры и сделал грубую форму. После чего, чтобы понять, как резать лепрекона, я наметил, так сказать, все его части, то есть руки, ноги, лицо, шляпа, как они и где будут располагаться. Сделал барельефный макет и уже дальше спокойно начинаю убирать лишнее, так сказать. Убираю лишнее я в основном поначалу стамеской, угольной, ножом. Эти два инструмента очень важны и удобны в объёмной резьбе, так сказать, в грубой объёмной резьбе. Им удобнее всего, мне, по крайней мере, убирать грубый фон, так сказать. Во время резьбы я намечал то, что надо резать, что лишнее убирать текстовым делителем, потому что его хорошо видно и он не проникает глубоко в структуру дерева, его потом легко убрать. Или даже если он остаётся, то при покрытии морилкой его абсолютно не видно. Отличный способ, на мой взгляд. Начал резьбу лепрекона я с головы, то есть убрал всё лишнее, оставил грубый макет головы. Это вы видите на видео. И шёл с головы вниз к ногам через туловище, так сказать. Я записал весь процесс резьбы лепрекона, но общий вес его получился 400 гигабайт. И понятно, что показывать я вам буду только отрывками резьбы лепрекона по техническим причинам, так сказать. Потому что вряд ли кто-то из вас желает очень сильно смотреть 20-часовое видео. Первые несколько дней были самые активные работы, самые сложные работы. Потому что у меня нет больших стамесок, которыми было бы намного удобнее убирать объём. Но в целом с этой работой можно справиться и маленькими стамесками, как у меня. Сразу скажу, что я уже знаю, чем всё закончится. И записываю голос уже после того, как всё вырезал. И получилось довольно неплохо. На дереве вы можете видеть сучок. Сучок в итоге остался на плече лепрекона. Но он не является каким-то убивающим картину. Он вполне эргономично смотрится. И никаких проблем с этим нет. Я сказал вам основную информацию. И дальше не вижу смысла что-то комментировать. Потому что это сложная работа. И делать из неё обучающее какое-то видео. Говорить что-то как резать. Оговаривать какие-то нюансы резьбы. Не вижу смысла. Потому что начинающему любителю за такое браться нет смысла сразу. Это довольно сложная работа. Ещё раз скажу. А те, кто может это сделать, они уже являются какими-то любителями, возможно. Или профессионалами. Но далеко не начинающими. И им мои, так сказать, подсказки вообще ни к чему. Поэтому смотрите видео, если хотите, без комментариев. Если не хотите, мотайте вперёд. Смотрите следующие части. Чтобы посмотреть, чем всё закончилось. Посмотреть какие-то этапы резьбы. Как происходило становление фигурки лепрекона. А на этом я замолкаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Итак, мы уже видим, что сделана основная работа по выборке лишнего Уже видна статуэтка, сама структура её Видна голова, где будет, где будут руки, где туловище, где ноги На 7, так сказать, заканчивается эта серия Первая из трёх Продолжение вы можете посмотреть Вот здесь вот будет ссылка Если вам неинтересна вторая часть видео, вы посмотрите её Вот здесь вот сразу финал Вот тот вот На этом первая серия закончена Ставьте лайки, пишите комментарии к видео Подписывайтесь на канал Занимайтесь резьбой Любите искусство Спасибо за просмотр До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok